Здравствуйте! Меня зовут Родион Старчак, и мы в гостях у губернатора Мурманской области Чибиса Андрея Владимировича. Здравствуйте! Привет! Итак, мой первый вопрос. Был ли у вас в детстве любимый герой или персонаж, на которого вы хотели бы быть похожим? Гагарин. А почему? Что вам в нем нравилось? Потому что первый в космос, мощный, смелый, и, как выяснилось потом, уже сейчас, вообще, служил в Мурманской области. Классно! А какая у вас любимая музыка? Музыка любимая? Знаешь, вот нет любимой музыки. Вот очень нравятся, кстати, старые песни. Такие вот песни 80-х. У меня даже в машине играет радио Retro FM. Вот об этом, по-моему, никто не знает. Сейчас вот первому тебе говорю. А вы умеете играть на каком-нибудь музыкальном инструменте? Нет, только на нервах. А я умею играть на фортепиано. Классно! А ты долго училась? Ну, да. А какой... Сколько лет? В музыкальную школу ходил? Да. Ну, с удовольствием? Или родители заставили? Да, с удовольствием. Молодец. А какой самый запоминающийся подарок, который вы получали? В детстве, я не помню, сколько мне было лет, но лет шесть. И родители пришли меня поздравлять. И сначала решили пошутить. И сказали, вот. И тогда вот все ходили в колготках, в шортах. И говорят, вот тебе комплект одежды. Я расплакался, оказывается, они шутили. И потом они мне подарили, вот сразу поняли, что шутка была неудачной. Подарили такую классную игру, называлась «За рулем». Когда там, знаешь, такой диск крутился, там машинки на магните, и ты вот им управляла. Вот на контрасте до сих пор, видишь, помню. Какие у вас занятия были в подростковый возраст? Так как были годы голодные, продуктов не было в магазине, мы содержали, держали кур, поросят для того, чтобы прокормить. А для этого нужно было клетки строить, значит, забирать. Вот в этом возрасте я забирал из детского сада за небольшие деньги в специальной емкости отходы из столовой для того, чтобы кормить поросят. У меня была к велосипеду привязана такая тележка, значит, там была такая специальная емкость. Я вот через весь поселок, окраина города, ехал, кормил поросят, чистил за поросятами и так далее, для того, чтобы этих поросят вырастить. И было потом мясо, там почти полгода. У меня вот эти были занятия, и в этом смысле это тоже меня точно убирало от тех плохих компаний, которые могли бы, в общем-то, испортить не мою жизнь. Как вы себе представляли Мурманск до того, как приехали к нам? Я представлял ее более суровым, более холодным. Но то, насколько здесь энергичные, искренние и работящие люди, то климат не имеет такого значения. Поэтому я в позитиве от того, что есть, и, конечно, уверен, что мы вместе сделаем этот город еще интереснее и привлекательнее. Интересно. А то я слышал, что многие люди представляют, что у нас по городу медведи ходят, и все передвигаются на оленях. Я тоже такое слышал. Но, кстати, сейчас все меньше и меньше людей так думают. Все больше и больше людей знают, что Мурманск область – это не так далеко, что она очень активно развивается, что здесь очень сильные люди, здесь очень красиво. И все больше людей знают об этом и говорят. А как ваша семья отреагировала на то, что вам было необходимо переехать в город со столь суровым климатом? И особенно дети как отреагировали, мне интересно. Ну, что касается жены, она же не случайно замужем, да? Да. Поэтому меня даже президент спрашивал, когда он предлагал эту работу. Он говорит, как ты думаешь, семья переедет? Я говорю, ну, у меня же не было возможности с семьей это обсудить. Но я думаю, что переедет. И не скрою, семья о моем дном назначении узнала из телевизора. Потому что там очень быстрые были решения, моменты. Ну, и, конечно, у меня не было никаких сомнений, что они переедут. Но вот такое было, как неожиданность, волнение. Ну, конечно, такое новость и событие, такое немножко шокирующее. Ну, вот как-то так, ну, переехали. А быть губернатором сложно или просто? Сложно, но очень интересно. Были какие-нибудь неловкие или забавные ситуации вот на достаточно глобальных, серьезных встречах или выступлениях? Знаете, я вот, если сейчас не вспомнил, значит, наверное, что-то такого не было. Но это, кстати, про волнение и про определенный, что ли, шаг и перелом. Я же тоже, как и все мы, как вот вы, учитесь выступать или высказывать свою позицию и так далее. И так получилось, что я прям помню тот момент, тогда был представителем правительства Дмитрий Анатольевич Медведев, и было большое мероприятие, посвященное развитию энергетики, жилищно-коммунального хозяйства. И я, как один из ключевых экспертов в то время в этой сфере, я еще не работал заместителем министра, это было до, меня на это мероприятие пригласили. И я помню этот момент, сидят огромное количество разных уважаемых, авторитетных людей, часто таких людей, великих разных руководителей, крупных компаний, корпораций, олигархи, которые в том числе занимаются развитием инфраструктуры и там что-то так выступают. И ты понимаешь, была одна тема, я уже даже не ее не помню, какая, но я понимал, что разговор идет немножко не туда, что человек, который докладывает, он докладывает не то, неправильно, а я считаю по-другому. Но я вот внутренние, они же такие, как сказать, серьезные, если я считаю по-другому, я не прав. И вот я решался, решался нажать кнопку, попросить слово и высказаться. И знаете, такое было колебание, наверное, ну не надо этого делать, ну как-то, ну это же серьезные дядьки, там, я там, молодой пацан, ну, наверное, не надо. А потом, знаете, вот я внутренне, так сказать, слушайте, если я считаю, что это правильно, это так, то надо за свою позицию биться, неважно, как кто отреагирует, не надо стесняться. Вот если ты веришь в то, что ты думаешь, то бейся. И я вот нажал эту кнопку, высказал, причем, вот свою позицию, и после этого, после этого я никогда не боялся взять слово и доказать, биться за свою позицию. Это, кстати, во многом и послужило тому, что меня отметили, меня заметили, и то, как я бьюсь за то, что важно, это и сейчас помогает, в том числе, добиться дополнительных денег из федерального бюджета для Мурманской области и так далее. Потому что все знают, что, ой, этот будет биться до последнего, лучше, лучше согласиться. Но тогда, я помню, это был для меня такой перелом, решиться не решиться. Это, кстати, как совет, не надо бояться. Если вы верите в свою позицию, пусть даже она ошибочная, ну, так бывает, ничего там страшного нет, но надо за свою позицию, за дело, за то, что ты веришь, биться. Вот это не неловкая ситуация, но это то, с чего начиналась, может быть, если хотите, моя, в том числе, карьера в федеральном правительстве. Вы когда-нибудь хотели уволиться? Нет, таких случаев не было, чтобы я хотела. Но бывали случаи, когда, да что ж такое, вот вроде мы все делаем, делаем, а там какой-то вопрос не взлетает и все. Но желание уволиться, бывает, кстати, у отдельных сотрудников, но так не надо, потому что должна быть сила воли, и даже если что-то не получается, нужно все равно эту тему дожать. Что самое приятное в вашей работе? Позитивные эмоции людей, когда вот то, что нужно, получается, и люди искренне, вот, и ты видишь их искреннюю эмоцию, добрые отношения, и это так заряжает, подпитывает и дает силы работать дальше. Какую фильмовую сагу или сериал вы бы посоветовали посмотреть подросткам для получения новых знаний, идей, навыков? Ой, сериалов, я даже пытаюсь сейчас вспомнить, какой сериал я последний еще, значит, последний смотрел. Сериал, который мне, знаете... Полезный. Полезный? Полезный сериал «Как не надо делать». Есть американский сериал «Карточный домик», и вот то, какая политика там показана, вот такой политикой точно нельзя заниматься. Какое ваше любимое блюдо? Ух ты! Ну, если брать нашу арктическую кухню, вот мне очень нравится наш гребешок, который вот, но свежий, чтобы он был вот только что выловленный, свежий гребешок. Вот я считаю, что это один из эталонных вкусов, которые я когда-либо пробовал. Андрей Владимирович, спасибо, что ответили на мои вопросы, было очень интересно. Тебе спасибо, ты большой молодец. Оставайтесь с нами, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»